С 9 по 11 ноября в Казанском федеральном университете начал свою работу седьмой международный форум «Ислам в мультикультурном мире» в первый день форума на базе Института международных отношений Истории Востоковедения КФУ и в зале Попечительского совета состоялась работа двух конференций «Религия и государства на Ближнем Востоке. Проблемы взаимодействия и проблемы дератикализации молодежи на постсоветском пространстве». Форум начинался как совместный проект с фондом Раджани Москва. У нынешнего форума семь организаторов. Форум вначале начинался как многопрофильный, то сейчас он сохранил свою многопрофильность, но его ориентация направлена на мониторинг, на мониторинг прежде всего регионов России. И в этом году тема связана с мониторингом состояния мусульманской общины и процессов борьбы с дератикализацией. На сегодняшней секции до обеда прозвучали доклады, связанные как со странами СНГ, так и начались уже российские регионы. Форум традиционно посвящен актуальным вопросам академического и прикладного исламоведения, а также вопросам актуализации исламского образования. Большое внимание будет уделено теме создания условий для межконституционального согласия и преодоления радикализма. Участников будет около сотни, но нас уже интересует не количество, а качество. Мы имеем возможность выбирать отдельных экспертов, потому что традиционно у нас два года выходит сборник мониторинга, и соответственно до этого года мы будем делать расширенный сборник мониторинга. Надо сказать, что в рамках форума положено начало знак в инициативе стоковедов КФУ проведению Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку сокровища, которую вы ищете, арабский язык, который пройдет на базе вуза 1-2 декабря. Диана Шилова, Леонардо Блетьяров, Владислав Михневский, Универ Ньюз.